Что происходит с российскими солдатами после смерти? Нет, не с точки зрения какого-то метафизического или эзотерического, а с их телами. Как они попадают к родственникам? Кто их везет? В каких гробах? Как проходят их похороны? Сдавались ли вы этим вопросом? Потому что уже два года идет война. Погибло более ста тысяч граждан Российской Федерации, огромное количество раненых. Те люди, которые пришли на территорию другого государства, чтобы его уничтожить. Те люди, которые польстились на деньги, или которых призвали, или которые под влиянием пропаганды собственных заблуждений и ошибочных выборов идут и убивают других людей. Про что бы мы ни говорили, про деньги, про пропаганду или что-либо еще, это не оправдывает этих самых солдат. Тем не менее, одна из моих задач сделать так, чтобы было как можно меньше людей, которые бы шли в российскую армию. Мы видим, что даже сейчас, спустя два года, когда многие знают, что их может ждать, что какой-нибудь нерадивый командир выстроит их для удара хаймарсом, что в Украине нет никаких нацистов, и что эта Россия напала на территорию Украины и убивает там людей каждый день. Несмотря на все это, все равно есть люди, которые идут в российскую армию. Да, их не так много, как рассказывают официальные власти. Не 500 тысяч, и даже не 400. Ну, за прошедший год таких было 1150, но это тоже много. Это 100-150 тысяч убийц, которые идут для того, чтобы уничтожать граждан соседнего государства. Но помимо того, что они становятся убийцами, они также становятся трупами. Они становятся людьми, а точнее телами, которые в последний раз увидят их родные и близкие и больше не увидят никогда. Эти тела везут по всей России из распределительных моргов. Опять же, это если повезет, потому что какое-то количество тел продолжает валяться на поле боя. Россия их не забирает. Но сегодня я ознакомлю вас с рассказом сопровождающего, одного из людей, который сопровождает тела российских солдат, который передает их родственникам, который наблюдает, что дальше с ним происходит. Я надеюсь, что, послушав этот рассказ или прочитав его по ссылке у медиазоны, вы либо сами не поедете на войну, либо убедите в этом каких-то родных и знакомых, увидев, что вот так вот рутинно происходит в дальнейшем и с родственниками, и с самими трупами российских солдат. Особенно в контексте возможной мобилизации. Мягко говоря, она неэфемерна, и шанс ее нового проведения не нулевой, потому что Россия все еще имеет гигантские амбиции для того, чтобы захватывать территорию Украины, но не имеет для этого достаточного количества солдат. Итак, российские солдаты погибают все больше и больше. Февраль 2024 стал рекордным месяцем с точки зрения потерь российской армии. И давайте же посмотрим на рассказ российского офицера, который три месяца занимался этой работой, то есть перевозил трупы в Забайкальском крае и увидел такое, о чем теперь хотел бы забыть. Дальше речь будет идти от первого лица, как это и написано в статье «Медиазон». По образованию я военный психолог. По службе довелось мне участвовать в сопровождении груза 200 в Забайкальском крае. Было бы хорошо, если бы на сопровождение брали только военнослужащих с такой специальностью, как у меня. На самом деле отправляют всех подряд, хотя этим должны заниматься только специалисты. Отправляют кого попало. Разумеется, это происходит от тотальной нехватки людей. Я туда попал случайно. Меня не знали, куда деть, когда я отказался исполнять приказ. Похороны, к сожалению, зачастую не организовываются нормально. Погибших сопровождают люди, которые не имеют профильного образования. Чаще всего это простые солдаты, реже офицеры, которых назначают случайным образом. Когда назначили меня, я был рад, так как лучше уж я, чем какой-то человек, который даже не знает, что матери погибшего сказать, когда она хоронит сына. Происходит такая командировка по сопровождению очень просто. В Ростове-на-Дону работает 522-й Центр опознания погибших, расположенной в морге на территории военного госпиталя, куда приводят погибших с Украины. Это, грубо говоря, сортировочный центр, который существует для дальнейшей отправки по стране. Там работают представители со всех соединений, принимающих участие в войне. Работа этих людей является адом. В их задачу входит опознание и подготовка к отправке всех военнослужащих из их воинской части. При поступлении погибшего после установления его личности из Ростова поступает звонок в воинскую часть. Направляется сопровождающий. Сопровождающего выбирают из числа офицеров и контрактников, которые на данный момент не задействованы в чем-либо другом. Кто есть, тот есть. Технически это происходит так. Сопровождающий вылетает в Ростов-на-Дону, приезжает в 522-й Центр, принимает погибшего военнослужащего, его документы, личные вещи, которые необходимо вернуть родственникам, документы для захоронения, орден мужества и ждет, пока назначит рейс. После этого сопровождающие проходят инструктаж от начальника центра. Они грузят тела в Ил-76 и улетают до города назначения. При этом на инструктаже нам ничего не говорилось о порядке работы с родственниками погибших военнослужащих. По прибытии в областной центр тела встречают местные военкомы, которые помогают организовать транспорт в населенные пункты, где проживали погибшие. По приезде необходимо передать тело родственникам и быть рядом с ними до самого конца, включая процесс захоронения. После этого необходимо получить документы, необходимые для оформления выплат, справку о смерти и о захоронении и вернуться в свою воинскую часть. Подобные рейсы из Ростова вылетают регулярно, практически каждый день. Задержать рейс могут лишь технические причины или большая загруженность самого центра в Ростове. В том самолете, на котором летел я, все было под завязку. 80 деревянных ящиков с телами, внутри цинки, а вдоль бортов ютязь в районе 60 сопровождающих, некоторым из которых предоставлял проделать этот маршрут до конца. Обычно такой борт летит по большим городам в течение нескольких дней, и конечная его остановка это обычно Владивосток, но со мной в самолете летели погибшие до самого Сахалина. Изначально за каждым погибшим отправляли своего сопровождающего, но по мере нехватки людей и увеличения потерь стали отправлять одного человека за всеми погибшими из одного крупного города или воинской части. А по прилете в условную Читу борт встречали сопровождающие, которые забирали по одному гробу с телом и увозили их к месту захоронения. То есть в Ростов сейчас уже не обязательно каждый раз летать, можно и просто по региону ездить. Сам центр опознания в госпитале Ростова-на-Дону представляет собой ужасную картину. Конечно, в первую очередь это ни с чем несравнимый запах. Несмотря на то, что я приезжал зимой, когда очень холодно, забыть его сложно. То, что происходит летом, страшно даже вообразить. Второе, что очень бросается в глаза, это отношение к телам погибших военных. Там расположены огромные ангары, где происходит опознание и сортировка. И там тела на земле валяются просто. Когда я вошел в ангар, то, проходя вдоль рядов погибших, буквально ввалявшихся на земле, увидел голову, которая лежала отдельно от тела. Перекошенное выражение лица этой головы мне не забыть уже никогда. Неорганизована должное хранение и температура. Оно и понятно, при таком потоке погибших ресурсы моргов, госпиталей на это не рассчитаны. Если я подошел к погибшим из нашей части, то я увидел сам процесс. Тела одевают военную форму, делают это простые солдаты, даже срочники, после чего их укладывают в цинковые гробы, красят лицо, чтобы оно сквозь окошко цинка выглядело не так ужасно, запаивают, кладут в деревянный ящик, подписывают и готовят к погрузке. Конечно, вся эта командировка это по сути еще и тяжелый труд обычного грузчика. Начиная с морга Ростова, заканчивая деревней назначением, мне приходилось все время погружать, переставлять гробы с телами. Сначала с морга в КАМАЗ, потом в самолет, потом по мере выгрузки в местах остановок и, наконец, в своем населенном пункте. Звания и должные значения не имеют. Офицер ты, либо солдат, все одно, ты должен это делать. С родственниками по прибытию необходимо взаимодействовать напрямую. Конечно, это сразу ужасное горе матери. Хуже всего, когда везешь молодого пацана или 20-25. Тогда хочется оказаться на его месте, лишь бы не видеть то, что происходит с родными в первые минуты, когда они видят тело своего ребенка. Я, когда готовился к первой командировке, позвонил своему другу, тоже военному психологу, чтобы он поделился опытом, так как уже участвовал в подобных мероприятиях во время этой войны. Когда есть базовое образование, такой практический опыт ложится легко и удается избежать многих ошибок. Не сделать хуже и без того убитым горем родным. Ужасно обидно, что другие люди летят неподготовленными к подобным ситуациям. Я хоть и старался инструктировать по возможности тех знакомых военнослужащих, кто тоже этим занимался, но системно этот процесс упущен. Это очевидно. По сути, фраза, которую я как сопровождающий обязан сказать по прибытию, звучит примерно так. Уважаемая Мария Ивановна, примите мои искренние соболезнования по случаю постигшей вас тяжелой утраты. Все остальные слова можно будет сказать после. Чтобы сгладить все остальное, есть простые правила. Нужно заранее продумать, чтобы на момент встречи у вас рядом всегда была бутылка воды, салфетки, место, куда можно усадить или уложить человека. Ни в коем случае не говорить матери, потерявшей ребенка, слов вроде «Я вас понимаю». Вы не в состоянии понять ее горе. Эти слова могут вызвать агрессию. В случае агрессии нельзя отвечать, пытаясь что-то доказать или опровергнуть. Нужно просто слушать и ждать, когда реакция закончится. Кроме этого, стоит узнать у родственников, что они знают об обстоятельствах смерти военнослужащего. Если им неизвестны подробности, а мама будет спрашивать, как умер ее сын, стоит постараться утешить ее тем, что смерть наступила мгновенно, ее ребенок не мучился. Это дает мамам некоторое облегчение их состояния. Но в этом разговоре нужно быть предельно осторожным и деликантным. Ну и не стоит оттаскивать мать от гроба с телом и давать это делать ее родственникам. В самый первый момент необходимо дать выход слезам и эмоциям, которые постепенно начнут стихать. Ошибка некоторых в том, что они начинают тут же успокаивать, оттаскивать, не дают проплакаться. Так делать не стоит. Обычно сопровождающие даже этого не знают. Не знают, что говорить, молчат и все. Это все потому, что назначают, кого попало, людей не хватает. Мне приходилось выезжать довольно часто, где-то каждую неделю-две. Я лично похоронил 13 человек, но были и те сопровождающие, кто участвовал и в большем количестве подобных мероприятий. Поток шел постоянно. Выезд почетного караула на похороны в близлежащих районах стал делом буквально ежедневно. Мне больше всего запомнился один учитель из школы, тело которого я привез в село Бура на границе с Китаем. Там даже связи нет, просто не ловят. Этого учителя мобилизовали, он умер от ранения в ногу. Абсолютно не смертельного, но потерял кровь, потому что жгут ему наложили не выше рана, как это положено делать, а ниже. И никто не понес за это ответственности. Он был учителем простым, то ли ОБЖ, то ли истории, а его, по сути, выгнали в чужую страну за тысячи километров убивать людей. А в деревнях люди простые. Сказали бороться с нацистами, значит, будем бороться. И заменить его в этом конкретном отдаленном селе неким. Когда я его привез, я понял, как этого мужика тут все любили. Все село. Столько цветов и искренних слез я в жизни не видел. Еще случай был, когда я привез матери хоронить уже второго ее погибшего сына. Первого убили раньше из села Чара. У нее один пошел добровольцем в ЧВК, второго мобилизовали, а третий, по-моему, никуда не пошел, но собирался. Там я, конечно, попал под такую истерику. Я и за Путина выслушивал, и за Шойгу, и за всех, за всех сразу. То есть я был во всем виноват, как человек в форме, что я эту войну развязал, я всех поубивал, ее сына убил, все дела. Ее было просто очень жалко. Она и кинуться на меня хотела, да, не хватило сил от пережитого ужаса. Она обмякла и почти в оморок упала. Еще был тяжелый момент, когда к нам в морг для сортировки тел при части приехала группа тел. Соборалось много родственников, погибших, убитых горем, и двум семьям хотелось обязательно скрыть цинковые гробы и переложить тела в другие. Они подготовили инструмент, но когда дело дошло до распиливания гроба, они не смогли и попросили меня это сделать. Впервые в жизни скрывал цинковые гробы на глаза убитых горем родных. Было ужасно холодно, руки замерзли, так еще и состояние тела одного из погибших было ужасное. Была ужасная истерика, пока мы переносили их в морг для переодевания. Распиливать цинковый гроб болгаркой занятие не для слабонервных. Скрыть цинк хотят по разным причинам. Вообще в цинке есть окошко специальное, через которое видно лицо. И зачастую, если лицо сохранилось в нормальном состоянии, если тело нормальное, то по лицу можно узнать человека. Но некоторые участники просто хотят прикоснуться к погибшим. Они хотят именно, чтобы было тело. А еще в Забайкальском крае есть обычаи, традиции какие-то, что в день прощания как минимум тело должно лежать в доме в открытом состоянии, чтобы люди приходили и прощались с ним. И в такой ситуации вскрывать цинк, когда тело будет лежать в тепле и гнить, это очень, мне кажется, плохая идея. Я лично, когда сам хоронил, старался все-таки не разрешать скрывать. У меня было такое право, я имел на это полномочия. То есть я могу решить, что цинк скрывать нельзя. Окошко есть, лицо видно, родственники опознают, и этого достаточно. Матери в основном хотят сына вскрыть, но они не понимают, что это запах и это все небезопасно, банально. Я только один раз разрешил скрывать. Мы разрешили. И он просто стоял открытые сутки в доме. Но там зима, и в общем-то это можно было организовать. Человек погиб не так давно. Мы его привезли, быстро доставили, и в принципе можно было похоронить. Хоронил в закрытых гробах. До похорон цинк хранится в разных местах, не обязательно в морге. В некоторых населенных пунктах их нет. В лухих деревнях я встречал такое ужасное зрелище, когда цинк привезли в школу, поставили в актовый зал или даже в столовую. Поставили посередине, и там все прощались. Прямо в школе. Деревни маленькие, деревни бедные, мест нет, моргов своих нет, и там уже кто как выкручивается, как может. Я лично к себе негатива не встретил, ну кроме той матери. И то я и сказал, что помогу, чем смогу. Оставил контакты, и она мне потом писала, я с ней общался, помогал по документам. Все остальные нормально на меня реагировали, то есть они меня ни в чем не обвиняли особо. Все они понимают, что человек приехал, привез, он не виноват, он их не убивал. В частных разговорах мне показалось, что многие, конечно, против войны. Они понимают, что это какая-то херня. У многих в семьях родственники отговаривали ехать, а человек уезжал и погибал. Я на поминках старался вообще никогда не оставаться, потому что для меня это очень тяжело. Это все ужасно. Я старался с них просто уезжать под любыми предлогами, хотя, конечно, звали, приглашали. Говорят, останьтесь там, покушайте. И да, конечно, вкусные, но я чаще уезжал. Только когда ездишь на похороны с эскортом, с почетным караулом, ты возишь с собой военнослужащих по призыву срочников, а срочников нужно кормить по расписанию, как бы. Нужно их покормить, а где кормить? На поминках. Приходится оставаться, конечно. Приходится сидеть. Кроме срочников мне приходилось оставаться, когда были слишком отдаленные регионы, с которых самолет летает по расписанию раз в три дня. Либо просто уехать можно только с кем-то из родственников на машине. Пока не пьют, ты там. Собрались уезжать в Читу, ты с ними садишься и уезжаешь. Транспорт не всегда организовывался на место похорон. Самая большая моя командировка была 20 дней, когда я в Ростов летал, но это потому, что Ил долго летел, ломался по пути. А так, когда едешь в населенный пункт, то там привозишь, а на следующий или через день назначают похороны. Идешь в военкомат, хоронишь, забираешь документы и уезжаешь. Где живешь в это время всегда по-разному. Допустим, я был в населенном пункте Могоча. Там буквально встретила нас администрация, чуть ли не глава города. Разместили в каком-то хорошем отеле, накормили, напоили, сервис шикарный был. Но везде по-разному. Люди размещают, нигде не отказывают, все, конечно, помогают. Размещение и сопутствующие расходы сами по себе не компенсируются. Ни проживание, ни питание. Поэтому люди понимают, человек привез тело, человек приехал и помогают ему, чем могут. Ситуация, конечно, удручающая. Краи все бедные, деньги на похороны собирают все деревни. Регион и так страшный, но он страшный еще и потому, что именно оттуда выгребают всех мужчин. Вообще всех. Бурятов и якутов, все маленькие народности, кто там рядом живет. Всех в первую очередь на войну. По работе я общался с военкомами районов и как минимум два из них мне сказали, что у них закончился МОБ-ресурс. То есть это буквально их слова были, что мужики закончились в этих районах. По времени я занимался сопровождением груза 200 примерно три месяца. Это жесткий опыт, но все-таки я военный специалист. Все равно я знаю, что это за вещи, был готов к ним. Но все же это очень страшно. Поначалу было тяжело, но потом, конечно, привыкаешь. Такая вот история, такой рассказ офицера, который, собственно, сопровождает тела и, мне кажется, довольно наглядно. Довольно наглядно все эти бесконечные поселки, все эти бесконечные деревни, все эти матери, которые роняют слезы. Матерям, конечно, пофигу, что их сын там был убийцей, что их сын там пришел на территорию другой страны убивать. Не в этом дело, не это мы сегодня с вами обсуждаем. Обсуждаем, что даже если человек верит всему, что говорит Путин, даже если человек там, не знаю, купился на всю на свете пропаганду, просто знайте, что ваш путь лежит через Сынк, если вы пойдете на эту войну. Как минимум, вероятность сильно выше нулевой, я бы даже сказал, она довольно высокая. Так же, как вероятность стать коллегой на всю оставшуюся жизнь. Ну или даже, если вы супервезунчик, у вас остались ноги-руки и только легкие ранения, то все равно ПТСР с вами на всю оставшуюся жизнь. Поэтому российская армия, она калечит и калечит довольно сильно. И даже труп ваш будет просто разлагающийся совокупностью различных останков, которые все спрятаны в цинковый гроб, которые через окошечко смогут увидеть, в которой через окошечко смогут ваши родные увидеть ваше лицо, когда вы погибнете. Молодые ребята в большом количестве, которые попадают на войну и оттуда возвращаются уже в гробах. В этих вонючих гробах, от которых веет смертью, стоит лишь их вскрыть болгаркой. Я надеюсь, что все больше и больше людей понимают, что это не их война. Россия вторглась в Украину не ради России, не ради безопасности России, не ради какой-то высокой цели, а ради просто идеи Владимира Путина о том, что он хочет больше власти, больше контроля из-за его комплексов, из-за его страхов. Имеет ли смысл ради этого умирать? Имеет ли смысл ради этого делать так, чтобы ваша мать плакала над вашим гробом, не имея возможности даже нормально с вами попрощаться, поскольку вы в цинке, и поскольку от вас уже почти ничего не осталось? Мне кажется, нет. Мне кажется, игра не стоит свеч вообще ни при каких раскладах, ни за деньги, ни за выдумки, которые вам толкают с федерального телевидения. Но вот так выглядит путь вашего тела после смерти, если вы порешите пойти на эту войну и воевать за Россию, убивая украинцев, уничтожая Украину и выполняя преступные приказы, которые отдаются в интересах Владимира Путина, а не в ваших интересах и не в интересах страны. Ну а с вами был Майкл Наки, помогите распространить это видео с помощью лайка, комментарии, подписки, эти вещи помогут как можно большему количеству людей увидеть это видео, может быть, повлияет на них. Ну и поддерживайте канал на Патреоне, ссылка на него будет в описании. До скорых встреч, всего доброго.